поехали но я сегодня коснусь темы украинских выборов бандерляндия это полный конечно пипец как говорит мария коженникова ну что я хочу сказать там вот идут горячие споры на отличие моего канала от всех остальных ну вот не всех может быть от многих да там констатируется какая-то проблема говорить что делать я всегда говорю то что надо делать вот ну ситуация такова что вот там три основных кандидата на зеленский зеленский кептельман и вальцман ну и вроде так какой-то присутствует такое наивное заблуждение что вальцман где самый худший из них вот кептельман там вроде бы там чуть-чуть получше там зеленский там получше ну давайте просто я дам вам полную раскладку чтобы ни у кого никаких иллюзий не было значит поймали телефонный разговор кептельман по поводу жителей крыма и она там бежала в ярости из и изрыгая вот вонь и злобу и вот гной что как бы хорошо было бы стереть жителей крыма с лица земли вот она за это гнойная коммунистическая подстилка которая значит она значит сама вроде как коммунистской не было но она все время как сказать но не хочу грубые слова там скажем так дружила дружи ли как николай дульский было сказал я его осуждаю конечно смажалось ну а я скажу дружи и вот значит с какими-то партийные функционерами там лазаренко там но всякие вот такие вот личности вот и также вот то считает что она была бы лучше вальцмана гауляйтера вальцмана я хочу напомнить что ее адвокат был скрыли переписку вот этих блогеров которые проклинает газдепе у не блогеров а хакер хакеры не хорошие люди давайте так посмотрим действительно не хорошие люди не вскрыли тем чем не хотела заниматься ни сыру ни фсб не может гороу занималась но как бы успеха не достигли они вскрыли переписку где она торговала органами этих дебилов которые пошли значит убивать жителей донбасса но а пошли так сказать умертвлять донецкую спарту а донецкая спарта так сказать от дубасила их хорошенько госпожа кептельман тут же согласно этой переписке наварила бабло и вот я не знаю куда там дальше только какой-то второй бакаса получается в юбке то собираетесь брать вот люди просто приходят собирается выбрать но по факту то получается кептельман еще пострашнее этого вальцмана вальцмана вальцман что он только сейчас избивает и лично уже лично избивают избирателей его бандиты там избивают избирателей которые там беспокоиться что это ты мол терроризируешь корреспондента там это же мелочи по сравнению с этим по факту кто-то мне может отнестись несерьезно к этому вопросу сказать ну мало ли что она там горяча сказала вот поймаете в чем слабоумие джугашвили в ци в том что к сожалению вот наша российская внешняя политика вот это вот наша как бы контрразведка нынче не просчитывает ведь возьмите того же шикольда круга он выступал в пивнушках он там подобного ничего не говорил он тук всего лишь о превосходстве немецкой раз и все он и говорю не бомбу сбросить не не отравить там и так далее и так далее а эти говорят а эти говорят ну представьте себе кептельман не просто так дочка коммунистки которая значит заведовала гаражами там фарцеванузы все тоже застойное время знает-ка коммунисты вот на таких должностях ужирались не участвуйте еще коммунисты говорят что пенсионеры там эти министерствах сидящие на что пенсионеры тунеядцы то есть то есть те кто их обслуживает кормит они тунея а они работяги работяги ничего не производят ничего не делают вообще рекламируют только свои пустопорожные пустые как консервные банки вот эти вот американцы из-под американской тушенки вот свои эти фирмочки за которыми ничего не стоит и все это вот это давайте дальше как бы ну вот да господина конечно я не оправдывал вальцмана который сжёг гауляйтер значит может могут мне сказать что гауляйтер сжёг 40 все-то 100 человек исчезло я говорю что 100 сожгли потому что не доказали 40 сожгли человек да кто-то оспаривает сону даже 40 ужасное число сожгли беременную женщину там вот провели выборы так называемый у этого гауляйтера европа сказала нормально госдепия сказала нормально все хорошо вот и россия даже сказала такое позорище нормально перед легитимный в гауляйтер вальцман супер легитимно одна там мантян значит на украине горит нелегитимный не признаю а так все признали так сказать ну если иметь какие-то юридические знания то надо быть слабоумным чтобы это все признали ну раз мы сам очень доволен да он нам тоже радуется что убили убей сожгли беременную женщину наверно наверное радуется этому и христианская демократка меркель и этот христоков ну христоков скажем так этот макрон ну вот все хорошо но вот давайте так я конечно ну да конечно 40 человек но другой той стороны не только бандюганы и вот эти уголовники до вонючие вальцмана туда приехали в одессу убивать жечь с автоматическим оружием против безоруженных людей которых москва не пожелала даже дать и какие-то охотничьи оружие для самозащиты что-нибудь хоть бы такое дала там ведь вот николай дульский на своем сайте вот человек который внутри там майдана там вот этого пробовал какие-то отстоять экономические интересы так сказать простого народа так сам были такие люди но вы можете помнить и вот когда в рожу физиономию колечко там дарили из этого из обнетушителя доставит небольшое удовольствие вот вот это были его ребят и вот он подробно рассказывал как вооружали там говорит позвонит говорит вот такая-то комната туда значит приходит и там комната полная завалена американским оружием и все вот так ну а россия ничего такого не делала вообще если вынести за скобку действительно классного политика мария захарова то наши чиновники это такие слизняки которые только что там пожирает листу ботву и ровным счетом ничего не делают вот там мне смешно когда я слушал госпожу мантиан он говорит могли бы мешаться туда-сюда ну вот понимаете только вот наши коммунисты они настроены только на пожирание зеленой бумаги понимаете вот просто которого они потом спускают канализацию и больше ничего просто все но в основном так за немногим исключением вот какой-то конечно мелкий бизнес что-то там пытается сделать ну вот крупняк он ведет себя именно так и когда если им сказать что надо геополитические интересы какой-то там бандерлянде отстоять не дать уничтожить русского русское население будет просто смешно то есть если вот просто сди как крыму русская общественность так сказать русская какая я ее называю русская добровольческая интернетная армия отстояла до шоке было центральная разведывательную про они нигде не встречали такого сопротивления вот их их пропагандонство катилась по всему миру легко и свободно арабская весна а вот здесь они башку я как бы с разбегу башкой об стену но еще и вообще какой-то лечит там русский все с дональдом куком к там подпортил и все всю картину поломал очень нехороший человек хороший очень плохо сделал хулиган сломал корабль короче получилось как в этом волга-волга только там горит сломала корабль вот и вот в этой ситуации понимаете получается какая-то вот такая картина ну да коррупционер там убийца но бандеровица гуляйтер вальцман но все все равно он как какой-то кажется мелким злодеем по сравнению с госпожой кептельма ну и вот если он проиграет она выиграет чем радость вообще будет ли потом происходящее так сказать еще более ужасно чем нынешняя печальная действительность но вот у нас же третий есть кандират сатирика весьма посредственно кстати говоря я слышал его эти реприи резы ну так себе так я вот даже как за артиста не стал бы голосовать ну потому что ну не тягаться ему с нашими ребятами скажем из комедии клапа скажем там уже светлаком там скажем с гариком быть долгом харванов но они них часто пошлости бывают нельзя отказать вас 2 здесь довольно такая посредственность вот ну иногда какие-то можно шутки его считать удачными ну так то в общем то ничего особо ну и ладно как бы избрали мужчина человек неплохой то может быть мы как бы не знаем но давайте посмотрим кто его финансист колон господин коломойский который за деньги формировал тварей вонючих поганых вот этих мужичью который врывался насиловал донецкой спарте вот женщин там которые творили в мариуполе вот такое вытворяли вонючие вот эти ванина вот это вот безоружных людей которых старше них это вонючка мне вскипела кровь не захотелось взять автомат и там просто туда про просто пешком пришли и объясните вонючим бандеровцам да что не значит против сибирский не вот как они там рассказывают что мы воюем с россии а вот реально чтоб они пообщались с реальными сибирскими дивизиями посмотрим как как бы они визжали и были от боли да и не сожалели о своих этих иллюзиях что они там воюют там с кем-то вы хотя бы с этой польши там по воюте для начала потренируйтесь польшу завоевать вот чумошники вот и вот это как-то что-то платил десять тысяч долларов за каждого убитого русского не ты как-то времена уничтожение индейцев что ли это животное потом но она сбежала туда соединенные штаты ну соединенные штаты это прибежище для всех упали мира начиная от бандеровцев и сссов редкая мразь пройдет мимо этого места я думаю вот господин менгеле прошел мимо там вроде как мексики окопался думаю не без помощи сша которая ну и сссовец фон браун там который лагере дара уничтожил 40 тысяч русских заключенных тоже там окопался и вот вот это вот существо маньяк маньяк маньячина маньячина перед которым как это кит там эти заурядные маньяки которые поубивали там по 50 по 30 человек кажутся такими мелкими сушками такими ничтожествами как типа щекотилов чек хороший человек можно сказать если вот сравнивать и и вот за этим зеленским стоит ну допустим побеждает зеленским давайте просуждаем ну победил ну кто он такой он если и кептельман на на имеет два миллиарда наворованных русских денег и водка которые вот снабдили ее можно сказать такие как немцов который списывал бандерляги 3 миллиона 3 миллиарда долгов а потом у него на счетах казался миллиард или по сей день и уродивые уроды ходят и плачет об этом субъекте понимаешь корький слезы бьют и вот в этой ситуации вот выбрали зеленского и чем саду папир допустим он хороший человек он но все он прошел на деньги коломойского и чего он попрет сразу против этой банды и чувствует просто да даже у него насколько из его высказывать у него и желание такого нет понятно что он быть marine марионетка в руках вот этого человека до который мы уже и вальцману то покажет кузькину мать да и вот а какой-то зеленский попрет против него власть которого не устоялась но можем там годы спустя когда сам зеленский скам наворует миллиарда 3-4 да за счет бедных бандерлянцев ну сможет иметь какой-то может свою точку зрения но а до этого момента вот трудно там представить но еще какие-то там идут от господина ахметова может быть ахметов хороший человек то давайте подумаем как что когда генерал захарченко среди этих свиных рыл вот было приятно видеть человека который не внушался смело уезжать на фронт получил боевые ранения которые как настоящий суворовский солдат стоял и вдруг это зверьё заключив а вот это лживые гнусная минская вот такие соглашения да и вот это твари занимаются терроризмом откровенно еще рассказывают что это россия там убила генерала захарчик это все население бандерлянди это халы я вообще-то мы господа украинцы как вы там себя называете вот уже даже в лом себя русскими по называть ну какого скотства вы докатились что вы голосуете за вот этот гной просто гной просто откровенный гной вонючий можно быть там разных убеждений любит россию люди которые уничтожают славянство ведь вспомните вот эта мразь вся они будили я хочу не поняли что ни в коем случае не хочу про ислам сказать что там все плохие люди да там я очень уважаю еще больше я в миллион раз уважаю чеченцев которые поехали вливать новороссию защищать новороссию чем вонючих коммунистов которые у нас русских до тварей жрали пили получали по миллион семьсот в месяц и не хотели ни копейки дать я за какие-то вещи могу шаг осуждать но я уважаю к что вот он приезжал и не пожилым людям там сказать пожилых которых разрушили дом бандеровцы которая ну кто-то говорит что ну ахметова деньги получил ну допустим так у кучу черта он их там получил но если он передавал этим людям до до пора прощены будут ему грехи его там вот за это да и был господь много лет как говорится это же относится к их никто решила вы который не осталось у которой еще как вообще по сравнению шаре каких средств они не туда которые ездила я думаю совершенно как сказать я слышал критику допустим шаре в отношении шила знаете какие-то факта вот он берет но объяснение у нее не слушай шилова тоже не оставить и там в оппозиции идет раздрай такой вместо того чтобы никто не хочет никого слушать понимать не ничью позицию вот ну шилова тоже у нее там долгу не осталось то есть там пошла вся дискуссия скатилась во многом наверно благодаря и шаре и да на какой-то рукой а между тем скажем я не хочу сказать про канал шаре что он какой-то плохой интересный канал интересный канал и сильный канал и и талантливо сделанный и все и там много интереснейших материалов ну товарищ наехал на всех на всех но если ты ставишь целью политическую борьбу а он ставит эту политическую борьбу ну тебе надо подумать какие-то союзи ну товарищ не думает ну так сказать свобода творчества и все такое свободное слово конечно святое но при этом какой-то надо объективность соблюдать и зачем он нахамил адвокату монтян когда ему как раз не хватает тех юридических знаний которые есть у монтян это абсолютно непонятно ну или у него конечно есть может быть какие-то свои ну вот то видите вот вот это разобщенность оппозиции там которая ну дульскому ну а вот это вообще необъяснимо допустим николай там а значит был обеспокоен его безопасность ну а она реально ему грозит реально ну сказал человек что что так и так я был просто поражен ту грубые формы которые он ни с того ни с чего не сказал какой-то грубой форме просто как-то было неудобно за него ну если бы это был какой-то бездарь я бы и так сказать ну анатолий он реально талантливый журналист вот когда и сам себя укусит вот этими вот какими-то наездными вот этим нелепыми совершенно не то что там за дело ведь мужи же и как-то ну там основная мысль я не буду повторять те грубости которые там как николаю там но основная кто он там такое лавочник т т т но если он кто он такой а зачем ты тогда на канале у него берешь интервью как у серьезного политика перед этим я прекрасно это помню если он никто но однако ты интересов вот как раз по польским событиям когда памятники поломали ему анатолий у него брал интервью а потом говорит какой-то нецензурной форме о нем там качает ради того что просто человек побеспокоился о его безопасность ну не только его а то он там причем николай дело говорит потому что уже убита олесь пузина депутат калашников то есть террористический сайт созданный с смолчаливого одобрения уон нато где жертвы заносятся личные данные все это Расмусон говорит хорошо наверное Трамп тоже говорит хорошо Меркель говорит христианская демократка да да надо этих писателей убивать и журналистов убивать и все это вот гной мы вы зачем пойдете на выбор зависит весь этот гной вонючий я ведь говорю что они вонючки не просто так я ведь давайте я кто-то мне может что ты их обзываешь я не обзываю их я просто констатирую факт вот с одной стороны они ворвались в Одессу там были безоружные люди так сказать народ как-то не подготовился ну какой-то серьезной силы против них не выставили и они сожгли там 100 человек как я считаю кто-то оспаривает 40 человек да ну устроили хаты да страшное же зрелище на это было страшно смотреть кто видел этот дом профсоюзов да кадры хотелось бы этих вот не то что повесить этих вонину а просто закопать живьем просто и улыбаться в лицо этой воне ну подождите гады вы знаете что мы не этот добрый путин мы ему ничего не скажем пообщайтесь пообщайтесь еще с сибирским дивизиями подождите просто очень даже хочется да вам чувствую это очень хочется прямо нарываетесь ну вот ну вот ну вот ситуация то вот ну другие может быть кандидаты ну вот ахмедова да ну во первых то они они считают по моему ничего и не выбирая по вопросам по крайней мере ну вот есть полное подозрение что как только захарченко вот о чем мечтал этот дурацкий майдан да ну скажем так те кто там боролся с коррупцией вынесенных за скобки да вот и ну вот он и осуществил он реально провел национализацию ну хорошую плохую ну как получилось и и получается что этот ахметов прям заинтересованное лицо в убийстве генерала захарченко там вот то есть в терроризме то есть то есть избирая депутатов ахметова мы скорее всего выберем ставленника террористов и просто ну я понимаю конечно конечно цинизм существующего мира но раньше какие-то приличии соблюдали сейчас творится офигеть значит что 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 же какой вывод я сделал бы из этого ну я выборы даже в нашей садыпе не пошел потому что по ряду законов по ряду это издевательство какой-то демократии а уж то что у вас там в Мандерляндии и до какой степени маразма просто не то что подлости но маразма вы докатились когда голосуйте за этих за эту гнойную троицу это вообще так вот про этих тварей они приехали в Донецк и думали что там устроят эти вонючки на автобусах катились поиск дружбы пришел но вот шахтеры они люди ребята такие-то спартанские они их начали ну как не ну как сказать не хочется словами николая дульского говорит прямо ну в общем они начали вламывать ну вот такое и вонючие харьки начали визжать и они как женщины сцепились локоть за локоть вот кто это видел да да но это и тоже не помогало потому что эти ребята как шахтеры это не останавливало и тогда вонючки достали баллончики и применили вот это скунсов да прием которые выпускают облака вонючего газа вот и вот эти скунсы вальцман кептельман вот вот так они защищались ну правда их это все равно не помогло их отдубасили к сожалению не повесили а просто затолкнули вот эти вонючие автобусы и отправили на своя сеть преподав хороший урок поэтому я с тех пор и называю их вонючками ну вот они потом в одессу вломились да там отыгрались да нет на безоружную убить женщин какую-то женщину значит изнасиловали она взорвала гранату бомберовцы насиловали ее ее посадили в тюрьму она как-то каким-то чудом выжил вот за это мразоту за это гной вот это все равно как какие там сорта гноя лучше вот этот гной или вот этот погуще а вот этот вот и даже вот знаете очень легко ошибиться думаю что вот этот гной я думаю что просто разумно разумно было бы не ходить вообще найти выбор и не пачкать руки вообще от эту мерзость потому что страшно брать на себя ответственность за эту мразь ну николай там дульский там рекомендует каких-то людей вроде как получается что они почти ничего не набирает ты появляешься на эти выборы и подтверждаешь легитимность этих выборов то есть сколько я вам скажу ой сколько приняло участие вот вот я слышал рассуждение татьяны мантян они в общем-то грамотные вот как вот юрист она подробно рассказывает у нас точно так подтояло не раз участвовал в выборах я знаю я не проиграл ни одних выборов но я знаю как они фальсифицируют как там подставляются донорство и прочее она вот на своем канале об этом рассказывает вот в то же время мне кажется что она противоречит себе что если вот эти выборы не прийти то это самое то вот этот бюллетенчик все равно будет используем но знаете если в какой-то стране не пришло допустим где ну людей гораздо больше себя уважать чем в бандерляндии 90 процентов и любой опрос это подтвердит и как ты при этом скажешь что там все пришли там люди не скрывая об этом скажем подтвердят что да мы не были там то есть вот там я это вот лучший критерий практики 90 у нас половина где-то не пришло на выборы немножко Путин в этот раз у нас оттянул очень радовались все равно где-то там 46 47 процентов не пришло то есть мы самая большая партия да вот потому что ну как бы не хватило у нас силы силенок чтобы организоваться потому что многие еще как в нашей садыпе еще вот нету денег вот ничего не будет делать и а бандерлянди это вообще там все эти ваши протесты гроша ломаного не стоит это выплясывают люди как вот Кабаринского как заплатили вот вот ой там майдан вот ну такие как дульский там ну это достаточно редкие исключения там вот ну может быть и наберет эту силу это как бы движение там наждак там ну пока то как сказать бесплатно никто с николаем там ну не никто но есть люди да ну их достаточно мало скажем так ну достаточно посмотреть посещаемость его сайта если вы обеспокоены не канала да я не хочу недооценивать его работу да там посещение есть да ну и у татьяны мантян не так много если такая колоссальная проблема ну ты допустим низко не согласен с татьяной мантян не согласен с тори шиловой да не согласен там допустим ну с тем же анатолием шари не согласен с николаем дульским ну создали свой канал создать что-то делать легко там я слышу там оплет что ты там ничего не делаешь дульский пострадал действительно чуть не проломили голову потом еще анатолий наговорил ему грубости очень красиво очень все и а еще кто-то пишет отчет ничего не делаешь я говорю а ты чё делаешь а у тебя там вообще никаких на канале ничего нет и вот в этой ситуации я думаю что ну все-таки хотя наверно мантян со мной татьяна не согласен со мной я допустим я считаю что смысла никакого нет нет туда одно значит ли это что в выборах не надо участвовать я думаю что нет надо ну как надо надо особым образом то есть то есть надо сейчас ну у николая там я нашел там типа долой эту я бы сказал так надо юридически грамотно это сформулировать конституционный законность и конституционный порядок может быть восстановлен только силы вот силовые структуры которые допустили армия честные полицейские вот вот ну и из народа там скажем конечно народ это основной носитель власти во всех нормальных а вот надо силы этого другу пути просто нет а для этого надо просто сейчас вот уникальное ну сейчас же идут какие-то собра потом вы еще не соберетесь вас и забьют и нападут а вот сейчас вот тут такой момент никто вам не мешает взять телефон камеру и просто вступить в диалог с теми кто не не тех бандюганов которых вальцеван возит а простых людей да посмотреть кто-то может и не скрывает слегка потому что вы потом разойдетесь мы даже знать друг друга а вот мантян дело говорит что нужны институты определенные то есть должны быть я попроще скажу чтобы понятно было для простых людей не все же там юридические вопросы не разумеют а должны быть взаимосвязи то есть вы должны чувствовать себя нацией понимаете а чтобы чувствовать себя нацией нужно регулярно встречаться она вот говорит нужно сделать то 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 наблюдатели да время упущено не успеет она и никто не успеет а время упущено упущено все нахимов вот видите историю в бандерляндии учат всякие вонючие чмушники там вот это кикимора вот это вот коммунячья фариан да вот наверное которая ротой ведет от черных клобуков да вы можете у вашего там этого писателя как у Алиси Бузина там поинтересоваться кто такие черные клобуки истинные арицы так сказать вот и вот вот и за время вот этих выборов золотое время для сколотить свои структуры да установить связи сформировать политические партии военные трибуналы которые сейчас будут выносить всяким гауляйтером вальцманом скорые справедливые приговоры как выносил Николай Кузнецов ну как вот там соберутся не было же возможности какое-то судебное заседание на оккупированной территории провести а вот собирались там пять человек там где-то трибунал такой и выносил приговор заочник то есть надо действовать я считаю тут вот надо еще использовать чужой метод это вот ну вот как действовал массат в отношении бандеровцев вот они выносили какой-то заочный приговор и я вполне добре и приводили его в исполнении вот только это понимает бандеров ничего другого какие-то свободу слова это животные убивали женщин там детей они пришли в какую-то деревню пили жрали гуляли воня это поганая да вот прямо как коммунисты а на утро они всех убили просто это вот знаете я обратил внимание что вот на моем канале вот я что-то скажу вот она не говорится я про коммунистов и и бандеровцы сказал дурной и еще дурнее вот и я наблюдал знаете такой момент что я что-то не говорю и этого не говорится и вот ну я вот потом уловил такой момент что вот ну у меня там бандеровцы не вылазит с моего сайта ну пишут там выливает свой вновь там все что у них там на вот весь все нечистоты которые у них там скопились в душе они там выливают вот ну изо рта вот ну как бы вот поскольку мишка у них совершенно нет таких впечатлений что какие-то микробы вообще то они вот берут как бы часто смотрю мои мысли выражения там и как бы ну и не только у меня и у дульского крадуты и у мантян я заметил крадуты выражения риторику вот но я раньше не слышал мне не попадало что вот это когда я вот этот фильм взял американский и сказала про него дурно ищу дурно смотрю кептельман это употребило значит в отношении вальцмана но не под силу этой колхозницы что-то свое придумать да мне как бы извините говоря уголовным языком западло пользоваться мозгами моих там врагов там я же всегда что-то придумаю свое какое-то ну астроту какой-то подкол а эти нет вот причем я прямо один в один у тебя берут просто знак плюс меняет на минус и вот так тупо-тупо использую вот не так же я так же вот что хочу сказать мне кажется монтян не оценил там все-таки шарит талантливый журналист хоть и и вот грубость так сказать она его не украшает вот и вот флешмод он хорошо придумал я не люблю эти воючие английские вот эти вот словечки ну вот эти мероприятия скажем так но просто их надо еще были расширить но почему бы вам надо побольше листовок по городу приезжает гауляйтер ну надо же вы невежливо если вы не расклеите его портрет где он беседует с мамой вот этой террористка господи как ну вот которую сейчас засадили в тюрьму выпало ну ладно чёрт с ней а вот вот ну вот с мамочкой и беседует который двух наших журналистов убил да вот но он так же вот как освободитель и благодетель вот и написать ему всем голосу из нашего гнойного вальцмана и тебе так же хорошо будет вот ну действительно ну принимайте меры к тому чтобы потому что вонючие скоты бандеровцы я чувствую они на все готовят даже когда не к власти люди уже боятся по-русски говорить только они еще не не пришли к власти посмотрел многие убрали фотографии в бандерляне во какая у вас свобода я ну вот и это не я даже говорю Николай дульский там говорит что просто государство просто стекает кровью об этом же говорит Татьяна Монтиан да Виктория Шилова ну знаете конечно у них много упреков в отношении России да там что ну да мы ничего не делаем ну вот мне стыдно за наше государство которое ну вот могло бы в Петербурге можно же было бы парламент для украины сделать для оппозиции чтобы они там собрались обсудили создали теневое правительство ну в плане хотя бы развития демократии и что что в этом было бы плохого то это было бы помощь понимаете вот даже если оппозиция придет к власть а опыта у них никакого не в управлении не не в структурах и опять влезут туда США со своим вонючим баблищем они будут все это как вот они опрокинули демократическое движение в России и в результате никто из тех кто делал августовскую революцию кто отстаивал идеалы борьбы с вонючим коммунизмом они во власть не попали а попали опять комиссары и эти коммунисты говорят смотрите что демократы наделали сами напакостили натворили пожалуйста я ведь говорю всем интыку как этот чуб из 1970 года гайдар рупор коммунистический рупор газета правда редактор но еще и и и но вот идет долбежка вот демократы вот демократ и я смотрю вот демократ и все как обезьяны какие демократы нет у нас еще пока в россии демократ по крайней мере там может они где-то там деревняк там есть а так вообще их нету везде не коммунячи рывы или как вот этот певец поет старый барин был хороший пригож а у но морда того вот который там по миллион семьсот получает месяц на 0 это я не считаю так премий как министерство развития там по 2 миллиона долларов получает заразно такие премии да такие неофициальные ну это как бы совершенно другой вопрос ладно ну вот я как бы хочу сказать короче говоря потратьте времени на столько на эти выборы а пока вот эти вот выборы вот вокруг же вот этих действий вальцмана собирается множество людей так вы самое главное чтобы вы выступили те кто переживает за будущее бандерляндии да за будущее своего народа выступите организатором установите связи фамилии имя имена ну ну берете интервью ну и спросите что-то не обязательно дайте слову что не будете публиковать ну и даже если это нейтральный человек ну вот если он выходит на какие-то мероприятия значит он согласен заниматься политикой не надо сразу там его записывать во враги а вот допустим молодой если это молодой человек допустим он еще пять раз может поменять свое мнение и конечно и я хотел бы не только не снимая ответственности с России друзья ну вот я знаю что большинство наших богатых людей это мразь и сволочь но ижи бизнесе более-менее порядочные люди предпримите меры можно же в частном порядке создать такой островок ну где-то можно же снять здание ну как-то минимально профинансировать чтобы вот украинская оппозиция там собралась на какой-то форум и начала вырабатывать быть свои какие-то не я считаю что есть блогеры сильные на украине это хорошо там никто решила там очень интересные политики да татьяна мантиан да карабас карабас ну вот нам неудачно я считаю как бы это почему бы не взять просто свое имя ну ладно ну передача интересно одесское телевидение чрезвычайно интересное да семченко тоже замечательный канал вообще человек который чувствует и и который в отличие от многих блогер интересуется что ему там пишут дают какие-то советы и он очень чувствительно реагирует и на что как бы а значит за ним большое будущее да вот но надо как можно больше таких каналов потому что вот этих сил совершенно недостаточно для того чтобы овладеть потому что у кептипульмам 2 миллиарда у вальцмана еще больше у коломойского тоже дофига у ахметова то тоже ну а у народа нифига вот как бы так вот мои размышления поэтому главное сейчас начать вот это очень четко уловила мантян и она часто дело говорит надо формировать общественные институты без вот просто так придя на выборы там по вот какие-то наблюдатели там сейчас на нас ничего это не даст можно наплевать на эти выборы и выиграть все свое время сказать хватит болтов не кудрявой ваше слово господин калашников мы контрреволюция долой революцию конец оккупации свободу русской нации нации